Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Доброе утро. Нурсултан Азарбаев находится с государственным визитом в Китай, который проходит в рамках участия президента Казахстана в работе 18 заседания Совета глав государств членов ШОС. Оно, напомню, пройдет в китайском городе Циньдау. Ожидается, что сегодня в Пекине Нурсултан Азарбаев встретится со своим коллегой Си Цзиньпином. Запланированы также встречи с премьером Госсовета Али Кэтианом, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания, народных представителей Ли Джаншу, а также с представителями казахстанских и китайских деловых кругов. Будет подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщается на сайте Аккорды. Циньдау полностью готов к проведению крупного международного форума. Об этом заявили власти портового города. Напомню, 18-й саммит Шанхайской организации сотрудничества откроется в эти выходные. Городским службам помогает около 22 тысяч волонтеров. Центральные улицы украсили цветочными композициями. Отмечу, в 2008-м здесь проходил олимпийский турнир по опарусному спорту в рамках летней Олимпиады, которую принимал Пекин. Каждый день мы добровольно работаем почти по 12 часов, убираем мусор в парках. Хочется, чтобы наши небольшие добрые дела помогли улучшить имидж Китая на международной арене. Проведение такого саммита в нашем городе – большая честь. Мы каждый день видим, как Циньдау меняется в лучшую сторону. Надеюсь, все пройдет успешно. В Пекине состоялся бизнес-форум Шанхайской организации сотрудничества, на котором государства и члены организации стремятся открыть новые возможности в совместной работе. Как сообщает центральное телевидение Китая CCTV, событие собрало порядка 200 предпринимателей и представителей бизнес-ассоциации стран ШОС. Участники обсуждали новые способы взаимодействия в области торговли, логистики, инфраструктуры, машиностроения и инноваций. Форум посвящен двум основным темам – созданию платформ стратегической кооперации, в том числе упрощению процедур инвестиций, а также внедрению инноваций в малый бизнес. В ходе форума представитель Министерства коммерции КНР заявил, что страны-члены ШОС могут извлечь пользу из инвестиционного сотрудничества с Китаем. Отмечу, за 25 лет независимости Китай инвестировал в Казахстан 16 миллиардов долларов. В нашей стране работает около 1200 компаний с китайским капиталом. Реализовано и находится на стадии подготовки множество совместных инвестпроектов. Надеемся, что деловые советы и бизнес-ассоциации стран-членов ШОС активно содействуют развитию инициатив «Один пояс, один путь» – «ЕАЭС», «Путь в будущее» и других. Нам необходимо полностью реализовать взаимодополняющие преимущества в области ресурсов, производства, технологий, кадров и капитала. Нужно создать новые модели, которые будут способствовать совместному развитию. В Астане пройдет первая в Казахстане международная конференция блокчейна «Регулирование возможностей и риски». Она состоится с участием членов правительства, профессиональных ассоциаций и крупнейших международных компаний. Целью организаторов является сбор передового глобального опыта в сфере правового, финансового и информационного регулирования применения технологий блокчейн. Ожидается, что откроет конференцию заместитель премьер-министр Аскар Жмагалиев. Казахстанская фондовая биржа объявила об открытии отдельной площадки для стартапов. По словам экспертов, предприниматели, работающие в сфере инноваций, теперь могут в онлайн-режиме встречаться с потенциальными инвесторами и вести переговоры о деловом финансировании проектов. В работе площадки «Экосе Стартап» принимают участие как частные инвесторы, так и фонды прямых инвестиций. Эти компании уже доказали успешность бизнеса и соответствие требованиям казахстанской фондовой биржи. Они готовы заинтересовать своими проектами крупных участников бизнеса, своими IT-разработками, финансовыми технологиями и энергетикой. Мы видим, что есть живой интерес как стоит, так и с другой стороны. 60 пользователей уже зарегистрировало систему, из них 50 – это стартап-компания, 10 – это инвесторы. Мы уже начали аккредитовывать первые стартапы, вот 4 уже проекта зашло на нашу площадку. И мы видим, что это достаточно серьезного уровня проекта, то есть средний объем запрашиваемых средств среди стартапов в районе 80 миллионов тенгеет. В Украине продолжается тушение лесного пожара, который произошел накануне около Чернобыльской АЭС. Масштабное возгорание охватило 12 гектаров земли одного из самых зараженных радиацией мест зоны отчуждения. Пожар начался в двух километрах, где находился так называемый «рыжий лес», прилегающий к Чернобыльской АЭС. Именно он принял на себя наибольшую долю выбросов радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году. Киевляне и гости столицы бьют панику, преимущественно в соцсетях. Власти заявляют, что контролируют ситуацию. В сети появилось фото с огромным столбом дыма, которое поднимается над Чернобылем. На данный момент продолжается ликвидация отдельных рычагов изгорания. К тушению привлечено 35 единиц техники и 150 человек. В авиации совершено 29 выбросов воды с вертолетов, это около 130 тонн. По факту пожара открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины пожара. В МЧС сообщают, что радиационный фон в Киеве, а также на промышленной площадке ЧАЭС, находится в пределах нормы. В зоне отчуждения идет строительство, большое строительство объектов по переработке ядерной инфраструктуры. И, соответственно, много транспорта, много людей. Это часто приводит к тому, что люди по неосторожности поджигают лес. Сейчас пожароопасный период, пятый класс пожарной опасности. Соответственно, ветреная очень погода. И это привело к тому, что пожар возник. Вот он возник буквально на окраине станции, в очень загрязненном месте. И очень быстро распространился. Он очень быстро распространился. Его невозможно так, как человек бежит. То есть со скоростью 10-12 километров в час. Эфиопия согласилась завершить пограничный конфликт с Эритреей и подписать соглашение о прекращении огня. Об этом сообщила правящая политическая сила страны, революционно-демократический фронт эфиопских народов. Отмечу договор прояснять статус спорных территорий на границе двух стран. Его подготовили еще в 2000 году с целью завершить двухлетний конфликт между странами, в котором погибли десятки тысяч человек. Однако тогда документ подписать не удалось из-за территориальных споров. В 2002 году ряд стратегических значимых позиций все-таки перешел под контроль Эритрея, но соглашение не было принято в полной мере. Теперь, после попытки заключить мир с соседней страной, правительство Эфиопии призвало власти Эритрея предпринять аналогичные шаги. Сотни протестующих вновь вышли на улицы Аммана. На этот раз забастовку организовала всеобщая федерация рабочих профсоюзов. Толпа митингующих недовольна ростом цен и налоговой политикой правительства. По их словам, кадровые изменения в верхних эшелонах власти не имеют значения без проведения фундаментальных реформ. Они требуют отменить подоходный налог, введенный кабинетом бывшего премьер-министра Хани Альмульке. Напомню, политик подал в отставку после встречи с королем Абдалой II из-за неутихающих массовых протестов, захлестнувших страну. Причиной стала программа жесткой экономии правительства. Законопроект налоговой реформы, разработанный под давлением Международного валютного фонда, выделившего в стране 723 миллиона долларов в обмен на структурные изменения. Сформировать новый кабинет монарх поручил Амару Розазу и призвал новое правительство провести обзор налоговой системы в сотрудничестве с парламентом и профсоюзами. Народ даст шанс новому правительству. Надеемся, оно выполнит все наши требования. Как только кабинет министров будет сформирован, мы определим свои дальнейшие действия. Тысячи людей, недовольные ростом цен и повышением потребительского налога в Перу, вышли на улицы Лимы. Митингующие требуют отставки правительства. Демонстрация, которая начиналась как мирная акция протеста, закончилась беспорядками и переросла в столкновения с представителями правопорядка. По информации ряда местных семей, обе стороны применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ходе стычки протестующие подожгли один автомобиль, пока информация о пострадавших и жертвах не поступала. Мы требуем отставки правительства и Конгресса. Они должны исполнять волю народа. Потому что это мы привели их к власти, а не коррумпированное меньшинство. Мы против кражи невесты и ранних браков. Флэшмоб по таким девизам прошел в Бишкеке. На центральной площади Аллатоо собралось около тысячи студентов столичных вузов и учеников школ. Быти на общественную акцию их заставило недавнее происшествие, когда от рук молодого человека погибла девушка, которую хотели насильно выдать замуж. Резонансное преступление взволновало всю страну. На днях 30-летний мужчина украл 19-летнюю студентку медицинского колледжа Бурлай Турдалиеву. Родители девушки обратились в милицию, которая задержала похитителя вместе с жертвой. Однако из-за халатности правоохранителей мужчина смог нанести девушке несколько ножевых ранений, из-за которых она скончалась в больнице. Похититель попытался покончить жизнь самоубийством, но остался жив. Эта история не оставила равнодушным никого. Пожалуйста, делайте осознанный выбор преступлений браков. Пожалуйста, мы к родителям тоже молодежь обращается. Пресекайте моменты, когда дочки хотят рано замуж, когда сыновья крадут девушек молодых. И это просто молодежное обращение с целью того, чтобы менять мышление молодежи. Участниками общественной акции стали студенты столичных вузов и учащиеся старших классов бишкекских школ. По статистике, ранние браки заключаются с девочками от 15 лет, а жертвами похищений становятся девушки до 20 лет. Искоренить это общественное зло во многом пока не удается из-за того, что сами жертвы и их родители не всегда рассказывают о насилии, боясь огласки. В некоторых случаях стороны заявляют о примирении, и девушки выходят замуж под давлением родственников. И хотя с каждым годом таких случаев все меньше, избежать личных трагедий по-прежнему не всегда удается. В ходе разбирательств трагического инцидента были наказаны 23 сотрудника правоохранительных органов. Своих должностей лишились начальники Чуйского областного и Жаильского районного УВД. Отдельные милиционеры уволены, другие получили строгие выговоры. Впрочем, рассмотрение дела еще не закончено. И в правительстве сейчас обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела по обвинению в халатности сотрудников правоохранительных структур. После того, как общественность узнала о трагическом случае, депутаты парламента снова заговорили об ужесточении наказания за кражу невест с предложением приравнять это преступное деяние к похищению человека. Сейчас за это преступление законом предусмотрено тюремное заключение сроком на 10 лет, в то время как за кражу невест тюремный срок всего лишь от 5 до 7 лет. Бакыч Ирмаша, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Изменения в образовательной сфере Узбекистана. Преподавателю университетов отныне запрещено приобщать к общественным работам. К тому же по новой системе процесс ученика. Прогресс ученика напрямую будут связывать с качеством работы учителя. За плохую успеваемость учащегося преподавателя может лишиться работы. Кроме того, по указу президента Узбекистана, начиная с сентября 2018 года, в высших образовательных учреждениях ведут трехлетнюю систему подготовки бакалавров по некоторым направлениям. В том числе по специальности дошкольное образование. Это связано с тем, что из 60 тысяч воспитателей детских садов лишь 21% имеют высшее образование, а остальные только среднеспециальные. В этом году высшие учебные заведения Узбекистана примут в ряды студентов более 69 тысяч будущих бакалавров и около 6 тысяч магистрантов. Обладатели международных сертификатов будут освобождены от вступительных испытаний по соответствующим предметам. Иностранные граждане принимаются в бакалавриат на основе собеседования, обходя тестирование. Думаю, что оценивание работы учителя по уровню знаний учащегося – верное решение. Это один из важных шагов, предпринятых для лучшего будущего. Указ президента способствует развитию системы образования Узбекистана. Техническая база более 80 высших учебных заведений страны адаптируется под международные стандарты. Назарбаев интеллектуальная школа Карагандзенской области передает свой опыт учебным заведениям региона. Педагоги проводят мастер-классы для учителей и консультации для родителей. Учеников знакомят с брендовыми проектами интеллектуальных школ. Например, проект «Сто книг» создан для поддержки трехязычного обучения через чтение литературы на казахском, русском и английском языках. Проект «ЭДИК» служит развитию у школьников навыков научных исследований. А движение «Книга путешествия» направлено на обмен учебниками и книгами между школами. Проводятся и акции по поддержке сельских школ. Поехали в среднюю школу номер один «Улутау» и там провели акцию, подарили 400 книг, 3D-принтер, 100 цветов комнатных, которые вырастили сами дети. Провели там тоже много мастер-классов и много интересных мероприятий. В Карагандинской области усилены меры по профилактике менингококковой инфекции. Поликлиники переведены на семидневный режим работы. Иммунизация проходит в шести крупных городах региона. Закуплено 40 доз вакцины. Прививка платная. Ее стоимость 21 600 тенге. Однако медики отмечают, что вакцина несет кратковременный эффект. Она действует всего три года. К слову, за последние пять лет в Карагандинской области было зарегистрировано 16 случаев менингококковой инфекции. Последние в этом году. Заболевшая женщина успешно прошла лечение и уже выписана из больницы. Возбудитель менингококковой инфекции имеет порядка 12 разновидностей. Сейчас есть вакцина, которая зарегистрирована в Казахстане от одного штамма. Получив эту вакцину, нет гарантии того, что есть профилактика от заболеваемости менингококковой инфекции от других штамм. Основной профилактикой является это далеко не вакцинирование, это соблюдение правил личной гигиены. В Астане открыли центр обслуживания заявителей для экспертизы лекарственных средств. Сюда будут обращаться фармакологические компании для того, чтобы препараты смогли попасть на рынки. На открытии побывал вице-министр здравоохранения Алексей Цой. Главное новшество центра в том, что весь процесс проверки, начиная от сдачи документов и заканчивая оценкой, будет проходить с участием искусственного интеллекта. Систему, которая наряду с сотрудниками центра будет проверять препараты на безопасность и действенность, прошла испытание в феврале. Результаты ее работы будут изучаться, тем не менее. В течение года установки будут внедрять во всех филиалах. Регистрация лекарственного средства, например, она занимает 210 календарных дней. Это, собственно, срок, установленный в международной практике, который позволяет оценить качество, эффективность и безопасность лекарственного средства. После пилотного тестирования искусственного интеллекта оказалось, что этот срок, искусственный интеллект, позволяет сократить до 160 календарных дней. Новые методы лечения и современные технологии стали главной темой 10-го конгресса Ассоциации кардиологов, который проходит в Алматы. На четырехдневный форум съехались врачи из 50 стран мира. В этом году он посвящен 40-летию подписания знаменитой алматинской декларации ВОЗ. Ведущие кардиологи мира проводят мастер-классы и делятся передовыми технологиями. Зарубежные эксперты отмечают, за последние 10 лет в Казахстане наблюдается прорыв в области диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность уменьшилась на 35%. Все кардиоцентры оснащены современным оборудованием. За последний год в стране проведено 40 тысяч коронографий сердца. Заслушали на симпозиуме новые технологии по транскатетерной замене клапанов. Раньше это было, когда мы открывали сердце, то есть оперировали и меняли клапаны и так далее. То есть сейчас эта технология позволяет через сосуды пройти в аорту и оттуда, допустим, заменить аортальный клапан. То есть вот такие вот новые технологии, которые позволяют уже на третий-четвертый день, чтобы больной уже мог встать, активизироваться и после улучшения выписаться. Атаравские рыбоводы опустушают свои инкубаторы. Выращенных мальков и ситровых пород они выпускают в специальные пруды, чтобы через полтора месяца отправить их в свободное плавание. По подсчетам специалистов, из 100 мальков, выращенных в искусственной среде, выживает только один. В среднем за год казахстанские рыбозаводы отправляют в Урал до 8 миллионов мальков. Но чтобы поддержать популяцию ценных пород рыб в Каспийском море, рыбоводам необходимо расширять производство. Поэтому два работающих в Атаравской области завода будут реконструированы. В ближайшее время они планируют увеличить выпуск мальков до 12 миллионов особей в год. Реконструкция существующих астероев рыбоводных заводов позволит, во-первых, увеличить их мощности, во-вторых, и самое главное, даст возможность созданию полноценного ремонта мальчинского стада в количестве до 5 тысяч голов особей. Таких видов рыб, как белуга, русско-сетр, севрюга, шип, гестерия, которые обитают у нас на реке Урал и в Каспии. В честь 20-летия столицы Акимат проводит мультижанровый конкурс «20 грани Астаны». Масштабный проект включает в себя 25 направлений. Жюри будут рассматривать фото и видеоработы, посвященные столице. Картине, стихотворение, архитектурные идеи и многое другое. Есть даже направление под названием «Сладкая Астана» и «Лучшие селфи столицы». Кроме того, по итогам проекта будет создан банк идей для города, в который каждый уже сегодня может внести любое предложение по благоустройству, проектам в сфере культуры и спорта, а также созданию современных общественных и культурных пространств. По итогам конкурса будет определено более сотни победителей. Общий призовой фонд «20 грани Астаны» – 19 миллионов тенге. Заявки принимаются до 25 июня. Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на сайте «Астана-20КИЗ». Этот конкурс именно для каждого нашего жителя, для каждого гражданина, независимо практически от возраста, каждый может принять участие в этих конкурсах, может заявить о себе, показать свои таланты. Конкурс в первую очередь для того, чтобы был диалог между государственным управлением в целом, и нашими жителями, чтобы каждый мог вложить все, что может. К данному часу у нас пока все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова